Привезли четыре, но скоро будет пять. Мэгги, ведущая самка стада, в положение. Значит, в мае-июне появится первый местный зубрёнок. Ну а пока вместе с Мэгги в открытый вольер выходят три молодых зубра. Сформировано полноценное стадо из восьми животных. Красоваться перед камерами они не стали. Первым делом отправились на осмотр своего нового места жительства. Наша основная задача – это сформировать стадо зубров на нашей территории. То есть их закрепить здесь, чтобы они чувствовали эту территорию, чтобы они здесь могли находиться, спокойно воспроизводиться. И как только они почувствуют себя как дома, в принципе, тогда можно будет на них смотреть. Ну, то есть это три-четыре года. А маршруты, если мы будем делать, то, скорее всего, они будут автомобильные или на снегоходах. Потому что зубры проще увидеть, и как любого дикого зверя проще увидеть зимой, чем летом или осенью. Этому событию предшествовала большая работа. Территорию заповедника тщательно обследовали, установили кормушки и подготовили водопой. Здесь животные будут находиться до зимы, а через месяц их выпустят в естественную среду, где также продолжат наблюдение и подкормку. Это абсолютно дикие животные. Они попадают в природу, они прекрасно адаптируются, прекрасно привыкают, переходят на новые корма, древесный корм, трава. То есть, все, они, думаю, за год-два прекрасно освоят территорию, большую территорию. К ним еще подведем зубров, и у вас будет прекрасное большое стадо зубров. Возрождение, внесенное в Красную книгу животных в Мордовии, стало возможным благодаря реализации стратегии сохранения зубров в Российской Федерации. Сейчас в заповедной зоне обитают медведи, волки, кабаны и лоси. Они будут сосуществовать с новыми обитателями мирно. А вот чтобы зубрам не смог навредить человек, предприняты меры. Мы немножко переработали маршруты патрулирования. То есть, они будут затрагивать большую территорию и, соответственно, затрагивать возможные переходы зубров. Мы замкнем эту территорию, замкнем маршрутами, замкнем с точки зрения охраны. Как не скрывали зубры от камер, посмотреть на них все же удалось. На первую встречу с краснокнижным животным приехал также российский, американский актер и спортсмен, выступавший под псевдонимом «Русский медведь» Олег Токтаров. Он высказал четкую позицию среди его друзей. Не может быть охотников. Мощные, красивые животные. Надеемся, что они у нас приживутся, разведутся. Надеемся, что местные охотники их трогать не будут, хотя бы потому, что все зубры с чипами. Они должны здесь жить, вообще животных нельзя стрелять. Олег Токтаров старается посещать заповедную Мордовию каждую осень. Глава Темниковского района уверен, появление зубров в местных лесах привлечет дополнительный поток туристов. Когда строятся дороги, когда открываются какие-то предприятия, организации, и вот когда появляется вот эта составляющая, вот так зубры приезжают, теперь у нас, да, конечно, людям это нравится. Это говорит о том, что район живет, развивается. О том, что событие поистине историческое, говорят все. Восьми животным предстоит возродить популяцию зубров в Мордовии. Мы будем оказывать всяческую помощь, начиная с консультацией и заканчивая охраной и подкормкой этих животных. Мордовский заповедник к содержанию животных подготовился хорошо, но не откажется от помощи. Морковь, сено, овес и тыква – все это сотрудники готовы принять от предприятий и жителей региона. Марина Солонина, Станислав Семин, Народные новости, Темниковский район.